Всем фуд привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на канале обзора ресторанов, а я в Москве. Осень, ливень, но это не помешает нам снять обзор. Конечно, не на веранде. Летние веранды, видимо, уже все. А сегодня у нас ресторан Казбек, где суперкрутая на вид акция. 2300 рублей и все меню без ограничений. Это что-то невероятное, потому что сам Казбек, он довольно дорогой и в принципе дорогой. Сейчас, в общем, проверим, насколько это все выгодно. И, кстати говоря, поставьте лайк, на канал подпишитесь, ведь знаете что? Прямо сейчас конкурс. 5000 рублей сертификат разыгрываем в ресторан Сыроварня на Красном Октябре. Условия все максимально простые. Подписаться на телеграм-канал по ссылке в описании, нажать кнопку участвовать и ждать пару дней. В общем, все понятно, я уже не могу больше ждать. Пойдемте. 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 Это для съемок, поэтому мы пришли на террасу закрытую, теплую, но с большим количеством света. Видим реку, видим высотку с бонной и мерсездбаром и давайте осматриваться. Интерьер спокойный, грузинско-национальный, музыка грузинская, лепнина на потолке, зачем-то три рядом висящих люстры, ковер, фотографии. И рядом со столами приятная зелень. Что у нас по меню? Принесли письмо из Грузии. И здесь как раз-таки все меню без ограничений за 2 300. Выглядит довольно внушительно. Причем здесь написаны цены а-ля карт. И, конечно, тут буквально 3-4 блюда, и все. Все окупилось. 2 400 рублей на одного человека можно заказывать любые блюда. По несколько раз, как пожелаете, как вам будет угодно. Независимо от цен, которые указаны в меню, все будет стоить 2 300 рублей. Напитки не отключены, и также одно условие – еду нельзя будет забрать с собой. А, конечно. Остальное, все, что вы видите, вы можете заказывать. Итак, разделы. Салаты и холодные закуски, горячие закуски, гарниры, супы, блюда из печи, хинкали, квери, мангал, десерты, горячие блюда, меню богатое, позиции 60, не меньше. И нам дали еще 2 меню с напитками. Это винная карта. Насколько я понимаю, обширная здесь около 10 страниц. плотно набитых винами из разных стран. Есть и грузинский, есть и старый свет, новый свет. Очень много всего. Для тех, кто интересуется винными картами, здесь очень много. Барная карта. Алкоголь, вина по бокалам, дистилляты, джинн, манки 47, 2490 рублей. Тихо. За 50 миллилитров. 50 миллилитров по цене половины бутылки. То есть в 5 раз получается дороже. Сильно, сильно. Поэтому акции, где все безлимитно за фикс, это, конечно, максимально здесь приятно. Три позиции лимонада и мацониан шейк. Точно стоит взять. А хотелось бы из каждого раздела самые знаковые позиции. То есть национальные, самые ходовые, самые вкусные, чтобы были и красивые по подаче, и, естественно, вкусные. Вот вы посоветуете харчо или чехертму все-таки? И закуску, еще какой-нибудь вот из раздела горячие закуски гарниры. Будьте добры тогда одну хинкали колокурь и одну хинкали баранина. Соу желаете хинкали? Да вроде обычно не подают же, да? Да, да. Нет, я очень рад, что вы спросили, да. Но мне уже сказали, что как ты ешь хинкали с соусом, ты что, дурачок? Очень многие гости это просят. Естественно, но все-таки у меня есть ответственность перед людьми, а то они такие, так, правильно ли он ест хинкали? Давай посмотрим. Я вот у вас видел очень странное сочетание напитков, мацони и шейк. У нас, к сожалению, сегодня нет. Значит, в другой раз. Заказ сделан, опять я сегодня наемся на день вперед. И знаете, на что у меня упал взгляд? На перешницу и солонку. Я ничего не хочу сказать плохого. Ну вот, приятного аппетита. Добрый вечер. Денчик тоже без моей подсказки, без какого-то намека об этом подумал. Ну, я не знаю, вот как вы считаете, это нормальные вещи или нет? Блин, а прикинь, короче, когда будем что-то солить или перчить, вообще будет замечательно. Начнем с грузинской классики. Сациви с курицей 680 рублей стоило бы, но у нас входит в общий счет. Блюдо довольно большое, то есть тут много курицы, много перемолотого грецкого ореха со специями. В принципе, довольно сытно, хоть и закуска. Хотя, конечно, Вильям Пахлебкин говорит, что классический консервативный рецепт может быть только с индейкой, но, знаете, время прошло, и сейчас мы можем из всего вообще мяса рыбного получить сациви. Давайте попробуем. На первом плане грецкий орех. Очень нежно и орехово. А вот потом просто поют специи и обогащают вкус. То есть вот первую секунду ты чувствуешь курицу стандартную и орешек. А вот дальше уже даже пикантность, не только пряность. Довольно неплохое блюдо, но все-таки хорошо бы заесть каким-нибудь хлебом или лепешечкой горячей. Из печи разрываешь ее, а там пар. Ну, это было бы клево. Тоже вкусно, но 680 рублей а-ля карт без акции заказывать, ну, я бы точно не стал. Второе блюдо. Теплый салат с курицей и бажи из миндаля. 650 рублей стоило бы, если бы мы были не по акции. Курица, огурец, салат романа и ореховый соус из миндаля. 4 куска, вру, 5 кусков курицы подкопченной, много романа, много соуса и много лепестков миндаля. Огурец подойдет в несчастье, если его собрать, наверное, будет четвертинка. Начнем с курицы. Теплая, приятная, уже в соусе, довольно мягкая, не мягчайшая, не супер нежная, нормальная, но не очень здоровская корочка. И давайте попробуем уже все вместе с листьями, с курицей и со всеми другими делами. А в целом получается суховато. Обычно соус в салатах, он сглаживает, увлажняет, обогащает блюдо и обрамляет его. А здесь получается, что он один из ингредиентов, которые забивают вкус. То есть очень много специй и приправ. Непонятно, зачем огурец здесь. То есть вроде как для вида, но во вкусе вообще не ощущается, его очень мало. Курица неплохая, но вместе с соусом из аромана все равно вы пережевываете. То есть нужно либо запивать, либо не знаю что. Переходим к горячим закускам. Шампиньоны с сулугуни стоили бы 490 рублей. Здесь 4 шампиньона довольно больших. Ох, и какой же бассейн из сока сулугуни. Давайте попробуем это все дело разделить. Аромат волшебный. Грибы плюс сыр это что-то невероятное. Не знаю кому как, но мне тянущийся сыр добавляет аппетита. Вот так. За ваше здоровье, господа мои, господа. А вот здесь вообще шикарно. Сверхточный баланс соли, нежности, сочности и так далее. А это блюдо я горячо посоветовал всем, кто уже пришел в Казбек. Переходим к супам. И это у нас харчо. Совсем недавно на одном канале мы пробовали харчо с грецким орехом. И тот был мигрельский вариант. А это другой. Не более, не менее классический, а просто из другого региона. Здесь у нас говяжий бульон, говядина, рис и томаты. Говядина 6 таких кубиков и для такой порции это нормально. Очень насыщенный и даже тяжелый аромат. Во вкус тоже чувствуется сила. Небольшая перчинка на послевкусие, но намного нежнее и менее пикантно, чем было в хачапурях. Шикарная нежнейшая говядинка. После того, как ее попробуешь, хочется, чтобы ее было больше. Если сравнивать, то этот вариант без грецкого ореха мне понравился больше. Но все-таки нужно ехать в Грузию на вкус нации и пробовать максимальное количество вариантов, максимальное количество блюд. Очень неплохо, присмотритесь. Не знаю, есть смысл брать за 590 отдельно, но по акции точно нужно брать. А нарастающая пульсирующая пикантность в такую погоду особенно точна и нужна. Хорошо. Разбавим горячие блюда, холодные закуски. Грузинские сыры стоили бы 980 рублей. То есть, по сути, больше чем треть окупили нашего счета. Копченый, эмеретинский, сулугуни и творожный. Очень плотный, возможно, его нужно кусать, либо брать другой нож. Не поверите, аромат копченого сыра. Косичка, колбасные местами. Как закуска отлично, много такого не съешь. Хорошо в меру. Кусочек разжевать, почувствовать полноту и все. Все, эмеретинский, мягче уже, а здесь доминирует кислая нота. Тоже вкусно, но этот сыр мне больше нравится в горячем виде. В качапуре в каком-нибудь или в другом блюде, когда вот он подогрет, ароматен. Так, повторюсь, тоже неплохо. Что у нас по сулугуни? Мы идем по уменьшению плотности. Этот совсем мягонький, нежный, податливый. Вообще ничем не пахнет. Вот это шедевр. Что в холодном виде, что в горячем, что в тянущемся, что в кусковом. Солоноватый, близкий к верхней границе, но не пресекающий ее. Ну, сулугуни. Что с него взять? Очень дороский. У нас здесь гранат, грецкий орех и желтый изюм. Попробуем последний. Приятно, сладкое, ощущение близки к мармеладности. А это у нас рулетик с творожным сыром на дуге. Выглядит симпатично, знаете, вот как эскимошка. Отчетливая душистость и, мне кажется, что мята. За ваше здоровье, господа. Сам по себе сыр похож на итальянскую рикотту, то есть особого вкуса, яркого нет. Но добавки, травы и специи делают его очень объемным и очень интересным. Все сыры классные, каждый по-своему. Я бы еще раз смело заказал. Домашний лимонад, жолу, то есть малина. Под цвет сегодня моей кофты и стоит 1390 за литровый кувшин. Да, как и все здесь выше среднего. Малиновое пюре, наршарап, лимонный сок, сахарный сироп и крем содовый. Звучит аппетитно. В аромате сладчайшее пюре малины. Пошла кислинка от граната. Насыщенный, яркий, с характером. Кисленький, как я люблю. Где-то на 5 макс обратно в 10. Не 7, конечно, но тоже неплохо. Щадящий, так скажем. Раздел блюда из печи. Хачапури по-аджарски стоило бы 650 рублей. Но мы, как понимаете, это получили в общий счет 2300, что очень приятно. И как будто вот солнышко прям вышло. Аппетитно. Вот желто-оранжевые цвета. Мне очень нравится в еде. Давайте отломаем. Опа. И как вот, чтобы не заслонять. Вот так вот. И вот так вот сделаем. Ребята, тут даже никакие слова не нужны. Просто стараемся кайфовать. Я понимаю, что камера не передает ни запах, ни даже цвет в полной мере. Но я думаю, что многие пробовали это блюдо и понимают, как это приятно вживую. Такое ощущение, что кончики теста немного не доготовлены. Конечно, соус получившийся их сглаживает, но надо перепроверить. Чуть-чуть как будто бы сыровато. Я присоединяюсь к поздравлениям. Если учитывать акцию, весьма не дурно. А если платить полную цену, то я бы задумался. Вкусно. Вопросов нет по сыру. Но вот все равно некоторые диссонансы. Но я еще поем. Нам принесли две хинкали. Одна колокури, то есть городская говядина-свинина. Другая баранина. Баранина у нас с квадратным хвостиком. Колокури у нас обычная. По цене здесь те же самые мысли, что и в остальных блюдах. Поэтому котряться не будет. Самое главное – вкус и наличие бульона. Раскусили. Очень мощный, жирный, душистый глоток. И там еще осталось. Очень хорошая хинкалька. И, как мне кажется, чуть менее острая, чем в среднем по Москве. Очень нежно и хорошо сыгрывает изнутри. А это у нас с бараниной. Тот самый вкус баранины отчетливый. Его ни с чем не перепутаешь. Только раскусили. Наклонили, чтобы сок выпить. И вот бросился вот этот вот бараний аромат. Мяса хорошее количество. Приучить к тому, что мы четверть откусили. А здесь пикантность на высоком, грамотном уровне. Не хинкальке зачет. Нужно брать смело. Переходим к горячим блюдам. И это у нас аджахури со свининой. Аджахури переводится как семейная. И мы видим, что здесь довольно большая порция. Много черри. Большое количество свинины. Картофель дольками. И аромат, конечно, тоже волшебный. Я, конечно, изрядно так наелся. Но вот это прям хочется пробовать. А ничем не пахнет. Я так просто позадумался. Чуть-чуть обданные теплом. Они еще свеженькие. Но вот согретые. Хорошо. Я вот не знаю, разделяете вы мою позицию или нет. Но корочка на мясе, она добавляет к аппетитности и к вкусу плюс несколько баллов. Есть еще и аромат. Вот здесь мясо с картошкой в аромате сконцентрировались. Очень деликатная, жирненькая, сочная свинина. Зачет. Картошка тоже восхитительная. Здесь каждый ингредиент на своем месте. Качественный. Я думаю, что вместе тоже будут хорошо играть. Давайте проверим. Возможно, даже лучшее блюдо за сегодня. Здесь все собралось. И сытность, и вкус, и сочность, и баланс. В одной маленькой сковородочке все вот это великолепие. Сильная позиция. И я бы ее точно вам порекомендовал. Даже без акции. То есть, просто придете, если. 750 рублей, возможно, выше, чем по Москве, но того стоит. Еще одно горячее блюдо. Цыпленок табака. Или, как некоторые говорят, тапака. Выглядит аппетитно. Корочка, аджика красная, чили перчик, гранат. И вот несколько кусочков этого цыпленка. Кажется, что не так много мяса. Сейчас проверим. Начнем мы с ножки. С горячими блюдами здесь все в порядке. Корочка хрустит. Мясо нежное, сочное. Смотрите, что я вам покажу. Вот этот кусочек максимально поджарен. И давайте его вместе с вами попробуем. Я просто обожаю подобную корочку на цыпленке. Не знаю, как вы. В комментариях жду ваше мнение по этому поводу. И до сих пор горячо советую вам нюхать еду перед употреблением. Ну, точно плюс 30% кайфа получите. Я не знаю, как меня столько влезает, но этот кусочек я бы еще повторил. В общем, цыпленка тоже могу смело посоветовать. Добрались до финального босса. Десерт Казбек. Авторский десерт по имени ресторана. У нас здесь мацони. Варенье из грецкого ореха. Сам грецкий орех. Мускатный орех. И все это нужно дело перемешать. Так по стеночке соскрести. И перемешать вместе с мацони, который у нас внизу. Ох, как хорошо. Это, видимо, у нас виноград. Аромат занятный. Плотный, максимально сладкий. И даже близкий к винному. Да. Это, видимо, отварение. За ваше здоровье, господа мои, господа. Это очень вкусно. С одной стороны, сложно передать. А с другой стороны, чувствуется мускатный орех. Грецкий. Мацони. Ну, как-то они так хитро переплетаются, что ты вроде как объясняешь, если поингредиентно, все понятно. Но вот это не просто их смешать. Тут какая-то вот есть загадка. Свежий, непритерный. Вот это точно тоже стоит брать. В общем, мы итоги подведем. Но вот к этому точно присматривайтесь. Финальные мысли и выводы у меня двоякие. Но начнем с однозначного. Казбек без границ. Акция шикарная. То есть, стоит сюда успеть, платить 2-300 плюс напитки и пробовать, пробовать и пробовать. А вот сам ресторан показался мне довольно нелогичным. Цены здесь выше среднего по Москве. И намного выше, чем стоит грузинская кухня. А атмосфера и убранство как раз-таки простейшие и близкие к домашнему. Обычный грамотный стакан. Стандартные вилки без выпендрижей. Блюда, которые не сделать вкуснее, чем вкусные. Хинкали, хачапури, аджахури вкусные можно найти в Москве дешевле раза в полтора, даже в два. Манг 47 вообще отдельная история. Это, конечно, просто аттракцион, так скажем. Здесь вкусно, приятно и хорошо, без вопросов. Но большинство блюд, которые я с ним попробовал, я бы не заказал по цене а-ля карт. Вот зачем стоило бы вернуться даже без акции? Это десерт Казбек, аджахури с свининой, цыпленок табака, шампиньоны с сулугуни и грузинские сыры. Все остальное либо просто нормальное, либо намного дороже, чем хотелось бы заплатить. Ну, вот хинкали. Вкусные, но я знаю места, где не менее вкусные и дешевле раза в два. К хачапури по-аджарски тут тоже 650 рублей за небольшую лодочку. Странно. С ациви, с курицей почти 700 рублей. Нормально, вкусно, аппетитно и нежно, но 700 рублей за такую закуску. Я понимаю, что, приходя в ресторан, мы автоматически соглашаемся с ценами. И я готов платить за антураж, музыку, обслуживание, интерьер и так далее. Но вот здесь все по-простецки, по-домашнему. И очень странно видеть такие цены в меню. Опять же, мое мнение, вы можете быть не согласны, но Казбек без границ я вам настоятельно рекомендую. Успевайте, потому что за 2-300 пробовать все, что вы хотите, и то, что вы не заказали бы а-ля карт, я думаю, что стоит. И есть еще одна безоговорочно положительная новость. Мы официально сегодня поели с оператором. На 5 990 рублей. То есть это много блюд и напиток литровый. Решайте сами. Для меня это адекватно. Так, оставляем чаевые в размере 15%. Девушка была очень обходительна и профессиональна. И как бы не хотелось, мы идем на улицу подводить итоги. Господа, не забудьте ставить лайк, если вам понравилось видео. Также подписывайтесь на канал, если хотите увидеть новые ролики. Участвуйте в конкурсе по ссылке в описании. Лучше всех, Макс Брандт. Пока. Субтитры подогнал «Симон»